Пряничная почта прибыла в школы Волновахского района. К такой акции местные школьники присоединились впервые. Несколько недель назад ребята из поселка Ближнее отправили письма своим сверстникам в Ивано-Франковск. С нетерпением ждали ответа. Тимофей тоже писал письмо неизвестному другу. Я обожаю, чтобы они отбили взаимностью, потому что я писал с надеей на то, чтобы в нашей Украине было добро, оно было повсюду и чтобы люди были добрые. Пряничную почту дети из разных областей страны отправляют уже третий год подряд. Дети пишут письма неизвестным друзьям, рассказывают о себе, своих интересах и семьях. Могут отправить новому товарищу маленький подарок, сделанный своими руками. Обязательный атрибут – пряник. Волноваха в этом году впервые участвует в акции. Ивано-Франковск выбрали получателям писем не случайно, ведь это города-побратимы. Это самые листы от учеников Ивано-Франковских школ до учеников Волновахских школ вместе с пряниками, потому что акция называется «Пряникова почта». Эта акция была проведена за инициативой громадской организации Ивано-Франковска «Краина мрей». Это всеукраинский громадский учебно-культурный проект «Пряникова почта-2016». Ответные письма дети открывают сразу же. Младшеклассникам, которым еще трудно читать самим, помогают их родители. Взрослые тоже хотят узнать, чем интересуются дети на другом конце страны. Письма из Волновахи школьники Ивано-Франковска получили всего неделю назад, но дети уже успели сдружиться. Свои личные контакты ребят просили не указывают, но дети сделали по-своему, в тайне от учителей. Единственное, что они так трошки схитрили, сказали, что не нужно писать контактные адресы, а они тихонько там понаписывали телефоны, социальные сети, свои контакты отправили. И с таким наткнением прибегали, рассказывали, что мне в контакты зайшли, а мне подзвонили на телефон. Они с таким очевидением, с надеей, что они такие же дети, как и на Западе дети. Письма от новых друзей ждут и школьники поселка Донское. Я писала, что хочу узнать новых друзей, чтобы читать этот лиц, нашел меня в социальных мережах, и мы стали друзьями. Дуже интересно спілкуваться с людьми, которая находится на другом боце страны. Это очень позитивное впечатление. Я считаю, что мне тоже напишет человек, который шукует новых друзей. И тоже ей будет очень интересно. Я считаю, что женщина, которая мне напишет за мной в Франківщине, также будет узнавать у меня, что про что, какие у меня интересы, и про другие. Я очень хочу, чтобы мы с моим новым другом стали очень хорошими товарищами, и чтобы наше знакомство переросло в великую, ширину дружбу. Учителя считают, что такие акции сближают детей Востока и Запада. Планируют провести такую акцию в следующем году. 15 из 20 школ Волновакского района, которые приняли участие в акции, уже получили ответные письма. Тем, кто не успел, передадут письма уже после зимних каникул.